В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Число аварий из-за превышения скорости снижаются благодаря камерам видеофиксации. Призанская река Листвянка попала в список 30 самых красивых мест России. И в городе в эти дни проходит областной конкурс по школьному краеведению. Новые технологии на службе у сотрудников госавтоинспекции ежегодно приносят положительные результаты. Так, благодаря камерам видеофиксации удалось более чем в два раза снизить число аварий из-за превышения скорости. О других достижениях этих устройств в репортаже Галины Ершовой. Езда без оглядки для водителей осталась в прошлом. Они привыкли не только всматриваться вдаль в поисках сотрудников ГАИ, но и сбрасывать скорость буквально у каждого столба. Ведь на них могут быть расположены камеры и фото-видео фиксации. На территории Рязанской области уже установлено 44 фоторадарных комплекса, 20 стационарных комплексов, 37 передвижных автоматических регистраторов и многое другое. Всего более 100 единиц специальной техники, передовые разработки современной инженерной мысли. Их установка завершилась в августе прошлого года и уже дала ощутимые результаты. Каждое пятое ДТП на территории Рязанской области происходит из-за несоответствия скорости условиям движения или превышения установленного скоростного режима. Так, в 2016 году по указанным причинам произошло 316 ДТП, в которых 41 человек погиб и 427 получили ранения. Здесь можно отметить, что снижение данного показателя аварийности в 2016 году на территории Рязанской области по сравнению с 2015 годом произошло более чем в два раза. Камеры видеофиксации расположены на самых опасных перекрестках города. Благодаря им водители стали вести себя осмотрительнее. Ситуация по числу ДТП уже улучшилась на пересечении Первомайского проспекта улицы Коширина, пересечении Московского шоссе с улицей Западной. Трассы федерального значения тоже не остались без внимания. Благодаря комплексам фото-видеофиксации снизилось число нарушений на трассе М5 и Рязанск по склепике. А вот невнимательные и спешащие водители рискуют приехать домой с большим числом квитанции о нарушении правил. Обработкой штрафов занимается Центр автоматической фиксации нарушений, которому в этом году исполняется 5 лет. В 2016 году сотрудниками Центра было вынесено более 1 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях. О наложении штрафа на общую сумму более 600 миллионов рублей. Комплексы фото- и видеофиксации продолжают развиваться. Совсем скоро они помогут сотрудникам ГАИ фиксировать не только превышение скорости, но и другие виды нарушений. Однако, несмотря на активную работу сотрудников автоинспекции, дорога по-прежнему остается местом повышенной опасности. Особая бдительность от водителей и пешеходов требуется на Северном обходе, Муромском шоссе, около Зеленинских двориков в Рыбновском районе, а также на 208 и 256 километре трассы М6. Будьте внимательны и соблюдайте правила, чтобы поездка по городу и на отдых принесла только положительные эмоции. Камеры фиксации появляются в Москве на пешеходных переходах. Они фиксируют нарушители, не уступающих дорогу пешеходам на зебре. Возможно, такая практика скоро появится и на рязанских дорогах. Наш город славится печальной статистикой смертей на переходах. Автоинспекторы уделяют этой теме особое внимание. Соблюдать правила дорожного движения, казалось бы, что может быть проще. Не превышать скорости, не ездить на красный, пропускать пешеходов, а будучи пешеходом, хотя бы внимать наушники, приходя дорогу и смотреть по сторонам. Статистика, между тем, неутешительная. И что самое ужасное, все чаще страдают дети. В 2016 году на дорогах Рязанской области произошло 255 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 14 детей погибло, 283 получили травмы различной тяжести. 75 происшествий из этого числа – это наезды на детей пешеходов, которые привели к гибели одного ребенка и травмированности 78. С начала этого года ситуация складывается совсем плачевно. Уже произошло 15 ДТП, трое детей погибли, 18 были ранены. С детьми и пешеходами произошло 4 ДТП, в результате – один погибший, трое травмированных в той или иной степени. Сотрудники госавтоинспекции прилагают все свои усилия, чтобы обезопасить самую незащищенную группу участников дорожного движения. Они постоянно проводят всевозможные профилактические мероприятия. Регулярно во всех школах города проходят уроки безопасного дорожного движения, специализированные утренники и праздники дорожного движения. Основной акцент делается на то, что жизнь человеку дана всего лишь один раз, и сберечь ее – это основная задача каждого человека. Иногда дети не понимают этой ситуации и не понимают той боли, которую может испытывать человек, попадая в дорожно-транспортное происшествие. Наезды на пешеходов – это самый тяжелый вид дорожно-транспортных происшествий, так как пешеход получает серьезнейшие травмы, потому что происходит два удара. Один – это дорожное покрытие, второй – это транспортные средства. И если дело не заканчивается гибелью, то избежать серьезнейших переломов и черепно-мозговых травм вряд ли возможно. Дабы избежать подобных ситуаций на дороге, мы детям еще раз останавливаемся подробно на всех требованиях правил дорожного движения, то, что касается пешеходов. И убеждаем их в том, что даже если водители незаконно послушные, чтобы дети все-таки соблюдали требования правил дорожного движения. И есть надежда, наверное, что когда они станут взрослыми и тоже получат водительское удостоверение, все-таки они будут законопослушными гражданами Российской Федерации. Сегодня в 69-й Рязанской школе ребята вместе с дорожным инспектором повторяли правила дорожного движения. На примерах рассматривали, почему дорогу нужно приходить только по пешеходным переходам. На обочинах дорог держаться подальше от проезжей части и идти навстречу потоку, а не по ходу него. Соглашались с тем, что не стоит слушать музыку в наушниках, приходя дорогу, и внимательно смотреть по сторонам, стараясь оценить скорость и расстояние до едущего автомобиля. Не случайно ставятся перед образовательными организациями знаки «Осторожно, дети!». Водителям необходимо максимально снизить скорость, повысить свою внимательность, осторожность, обязательно отложить свои мобильные телефоны и все свое внимание настроить только на проезд данного участка проезжей части. Конечно, не только от сотрудников ГИБДД зависит то, насколько ответственны и осторожны дети на дорогах. Родителям необходимо не только несколько раз пройти с ребенком путь от дома до школы и объяснить в очередной раз правила безопасности, но и самим показывать правильные примеры. А еще приложить все усилия для того, чтобы чаду никогда не пришло в голову, делать проезжую частью местом игр в последнее время, порубить тревогу. У подростков вновь стали популярны соревнования в том, кто быстрее прибежит дорогу перед движущимся транспортом. Вот только в отличие от 80-х или 90-х годов движение на дорогах стало в разы интенсивнее, поэтому не умереть практически невозможно. А оказаться в инвалидном кресле на всю жизнь – весьма вероятный вариант. В общем, будьте бдительны и ответственны, а если являетесь водителем, то особенно аккуратны вблизи детских садов и школ. Ведь действия детей на дороге, несмотря на все усилия, все же могут быть весьма непредсказуемы. Рязанская река Листвянка попала в список 30 самых красивых мест России, которые можно посетить этой зимой. Рейтинг составил портал «Русский туризм» на основе снимков фотографов. Листвянку представил один из рязанцев. В число лучших снимков попали также озеро Байкал и национальный парк Таганай. Морозная свежесть, тинь и красота, снег – первое впечатление от нахождения возле реки Листвянка, которая протекает в Рязанской области. Прекрасная, казалось бы, картина, но вот от чистоты Байкала этот водоем кардинально отличается. Словно земля и воздух, черное и белое, рай и ад. Река Листвянка является самой загрязненной в Рязанской области. В нее сбрасывается 85% от общего числа всех сбрасываемых сточных вод в регионе всеми предприятиями и организациями. По российскому законодательству предусматривается такой вариант развития событий только если стойки очищены. В 2015 году общее количество сброшенных сточных вод, поверхностные водоемы, составило 129 миллионов кубометров, более 129 миллионов кубометров сточных вод. Из них около 82 миллионов кубометров было сброшено без надлежащей очистки. Так вот, в ходе прокурорской проверки было установлено, что предприятиям сбрасываются сточные воды без надлежащей очистки. В сбрасываемых сточных водах выявлены превышения нормативов по таким загрязняющим веществам, как БПК полное, фосфаты, сульфаты, сульфиды, аммонион, нитрит ион, фенол, железо. Река Листвянка протекает по территории четырех районов – Турлатовского, Листвянского, Кораблинского, Льговского. И что самое восхитительное, впадает в Аку, а та в свою очередь в одну из самых великих рек России – Волгу. Так что насыщенные сульфатом, фенолом и железом воды проходят через огромную часть страны. Конечно, постепенно реки очищаются, но справляться с деятельностью людей водоемом трудно. Отметить, что в городе Рязани своих очистных сооружений нет. И все стоки, которые образуются и в жилых массивах, и которые образуются на предприятиях и организациях, сбрасываются на очистные сооружения нефтеперерабатывающие компании. То есть отсюда вот эта огромная цифра сточных вод. Так и получается, что вся эта вода идет в Листвянку. Сейчас ведется активная борьба с загрязнением водоема. Природоохранной прокуратурой было предъявлено, сначала было внесено представление в адрес предприятия об устранении нарушений. Затем было предъявлено исковое заявление к предприятию об обязании обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. В 2014 году решение состоялось. Исковые требования природоохранного прокурора были полностью удовлетворены. И на предприятие было наложено обязательство обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. Итоговый срок, в который должны быть устранены все нарушения – август 2017 года. И если очистные сооружения действительно станут очищать сбрасываемую воду, тогда Листвянка, завоевавшая титул красавицы России, сможет полностью соответствовать этому статусу. А рязанцы смогут ей гордиться. В Рязани в эти дни проходит областной конкурс по школьному краеведению. Для участия в нем съехались победители первого заочного тура со всех районов области. Более 170 учащихся представили свои работы по истории родного края. Ирина Ковалева расскажет подробнее. История краеведческих фестивалей для школьников, проводимых именно на Рязанской земле, уходит своими корнями еще в советские времена. Тогда это были областные краеведческие конференции, сейчас же уже в 12-й раз проходит конкурс «Рязанская земля. История. Памятники. Люди». Включает он в себя два этапа. В заочном туре в этом году приняли участие более 170 учащихся Рязанской области. Они прислали свои исследовательские работы, тематика которых соответствовала шести номинациям. Но из них лишь 93 были отобраны для участия в очном этапе, на котором авторам придется защищать свои исследования. Почему защита? Потому что именно в защите выявится сам он писал, чем, какими источниками пользовался, кто ему помогал, кого опрашивал или на чей материал опирался. Понимаете? Иногда бывают работы, от которых от школьников не ждут даже маститые историки. Очный этап включает в себя не только защиту работы, но и различные испытания. Так, например, сейчас ребята пытаются в соответствии с определенными правилами атрибуции верно описать музейные предметы, которые специально для них подготовили в Рязанском Кремле. Среди них старинные ткани, документы и различные бытовые предметы. Иван в этом конкурсе принимает участие впервые, но с процедурой атрибуции на практике сталкивался. Правда, похожего предмета ему ни разу не попадалось. Однако Иван определил его как примусовую лампу и сумел достаточно точно описать. С моей точки зрения, то что Россия, Москва и предприятие, металлламп, Москва, там, где он написан, вот, и год, ну, примерно 15-15 лет, потому что где-то, ну, конец 18-го, 15-го века уже электричество появилось, то есть такие не могли пользоваться. Вполне возможно, что либо в древнем, в средневековье, либо позже пользоваться таким предприятием. Впереди у ребят еще несколько дней напряженной работы. Торжественное закрытие конкурса и награждение победителей и призеров состоится 9 февраля. Нам же остается пожелать участникам удачи. 5 февраля свой юбилей отметил бы академик Российской академии наук профессор Евгений Алексеевич Строев. В этот день ему исполнилось бы 75 лет. Почтить память заслуженного деятеля науки страны приехали его коллеги из ведущих вузов, а также студенты Рязанского медицинского университета. Восхищение и трепет в глазах студентов, нахлынувшее воспоминания коллег и близких друзей. Сегодня в Рязанском медицинском университете имени академика Павлова вспоминали советского и российского биофизика, академика РАН, профессора Евгения Строева. Мемориальная доска его имени установлена на фасаде главного корпуса вуза. Именитые ученые приехали сегодня не просто отдать дань памяти товарищу, который боготворил науку и очень любил читать лекции, но и поделиться собственным опытом с подрастающим поколением. Евгений Строев стал широко известен благодаря исследованиям в области регуляции клеточного метаболизма. Свой опыт он зафиксировал более чем в 200 работах, 8 монографиях и учебниках. Его вклад в развитие современной медицины сегодня сложно переоценить, но для Рязани его имя имеет особое значение. На протяжении многих лет мы воздаем дань памяти нашему руководителю, ректору, при котором университет получил университетский статус. Тогда одним из первых, это был далекий 1993 год. Был достаточно давно, а память наша должна продолжаться. 5 февраля Евгению Строеву исполнилось бы 75 лет. Сегодня в его честь проходят биохимические и научные чтения. Почтить память ученого и рассказать студентам о передовых разработках приехали коллеги. Среди них президент национального общества регенеративной медицины Всеволод Ткачук. Мне было очень радостно сегодня, придя сюда, увидеть знакомое лицо, очень милого интеллигентного человека. Моего коллеги, биохимика Евгения Алексеевича Строев. Гостями конференции также стали председатель объединения биохимиков Урала, Западной Сибири и Поволжья Феликс Камилов и директор Всероссийского научного центра молекулярной диагностики и лечения, академик Королевской академии информации Испании Евгений Северин. Рязать, она связана с его пимиками. В Москве это очень сложно, потому что там все такие завихрения. А здесь, благодаря вам, вы имеете науку Евгения Алексеевича, вы имеете соответствующую работу. Любовь к науке в Рязанском медицинском университете имени академика Павлова передают из поколения в поколение. А чтобы открывать новое, нужно знать и чтить свою историю. На этом все новости на сегодня. Завтра подведем итоги этой недели, а пока хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok